погон ты гегемон биатийского союза наконец-то смог объединить течение своей жизни греции конечно еще есть небольшие очки сопротивления но это вопрос времени когда они будут подавлены или все-таки признают могущество нашего гегемона погон до то я могу вам рассказать ребят по начале конечно было тяжело и на нас накинулись за взятие афин и я даже предполагал что они просто количеством своих армии нас задают нам повезло то что у нас союзе остался коринф и они смогли здесь развиться захватить эти территории пройти аж до македонии но потом византии византии совместно с остатками на войск афинян могли выдавить полностью коринф и тогда уже когда коринф был выдавлен наши подготовленные свежие войска хорошо обученные ворвались в ряды противника совместно с италийским союзом и мы опрокинули афинян вместе с византией византии полностью покорен нами как вы видите афины смогли уцелеть где-то там в родосе вот их последний город а вот еще небольшой остров до остался под контролем и я думаю мы их сделаем протекторатом погон тоже решит это внешне вне нашей истории единственное такое мощное сопротивление это спартанцы до сих пор бьются они по сути завязали этот хаос биотический союз не хотел развязывать войну финянами но он смог благодаря этой войне в этом хаосе получить наибольшие преимущества мы сейчас формируем на крите армию которая полностью покорит рид ну и также постепенно подавим сопротивление спартанцев совместно с коринфом самое удивительное что произошло под конец правления погонда то что персы не добившись мир от нас пришли к нам и предложили чтобы великое персидское царство стало нашим протекторатом наши успехи в греции в сражениях со своими собратьями как говорят бей своих чтоб чужие боялись настолько потрясли персидское царство что они готовы платить нам дань чтобы мы не продвигались дальше в их земли у меня такое впервые и погонд вершил что-то невозможное он не завоевал версию он заставил ее прикладить колени перед своим могуществом могущество